Десятилетие мы не могли найти на политическом уровне, политическим путем решения этого конфликта, и мы не можем ждать еще дополнительно 15 лет, пока мы не найдем стабильное решение. Исходным пунктом должна стать территориальная целостность Грузии. Мне кажется, что правильно и в сложные времена открыто говорить друг с другом, находиться в постоянном контакте с друг с другом. Это принцип французского председательства, это также и мой принцип. А затем нужно шаг за шагом обсуждать различные мнения и таким образом продвигаться вперед. Телеканал России и телеканал Вести. Если взглянуть чуть-чуть за горизонт, в шести принципах, которые обсуждались президентом Медведев с президентом Саркази, есть принцип о международном обсуждении будущего статуса Южной Осетии и Абхазии. А госпожа Меркель только что сказала о том, что незыблемым принципом Берлина является территориальная целостность Грузии. Российские власти говорили о том, что они выслушают волю абхазского и ассистинского народа, которая, кстати сказать, на паре референдумов уже высказывалась. Это была воля об отделении и о создании независимого государства или вхождении в Россию. Как вы собираетесь, это вопрос к обоим лидерам, как вы собираетесь вот это противоречие свести? Есть противоречия, которые не сводятся, а разрешаются. На то, собственно говоря, они и противоречия, что свести позицию зачастую не представляется возможным. Если бы из этой ситуации существовал какой-то другой выход, то, наверное, было бы желательно его использовать. Я имею в виду вопросы статуса. Никто не отвергает принципа территориальной целостности как одного из фундаментальных принципов международного права. Вопрос в том, какова конкретная ситуация в конкретной стране. И вот здесь и начинаются основные сложности. К сожалению, после того, что произошло, вряд ли осетины и абхазы смогут жить в одном государстве с грузинами. Или же должны быть предприняты какие-то титанические усилия для того, чтобы разрешить этот конфликт. Тем не менее, я об этом говорил и во время встречи с моим коллегой Саркази. Говорил об этом вчера во время встречи с лидерами непризнанных территориальных образований Южной Осетии и Абхазии. Только что говорил во время моей встречи с госпожой Меркель. И скажу еще раз, Россия как гарант безопасности на Кавказе и в регионе примет то решение, которое будет отражать недвусмысленным образом волю этих двух кавказских народов. И не просто будет принимать эту волю, но и будет руководствоваться в своей внешней политике этой волей. И гарантировать ее исполнение на территории Южной Осетии и Абхазии в соответствии с тем миротворческим мандатом, который у нас есть. Вот таково мое отношение к этой ситуации. В первую очередь нам нужно найти формат, в котором такие переговоры могут вообще состояться. Германия принимала усилия в рамках группы друзей генерального секретаря ООН, направленной на то, чтобы вступить в переговоры. В частности, с Абхазии министр иностранных дел Штайнмайер начинал эту работу летом. Как будут выглядеть эти форматы, об этом надо поговорить. Они должны быть найдены путем в соответствии с международным правом. Главным постулатом здесь должна оставаться территориальная целостность Грузии. У нас во многих конфликтах во всем мире было мнение, что нет одного ответа на все вопросы. Но важно, чтобы все права и безопасность всех людей были гарантированы. В какой степени мы будем говорить о спектре от автономии до каких-то других возможностей, об этом должны вестись переговоры. И, как я уже говорила, не каждый народ в мире, который хочет выйти из какого-то государственного объединения, Россия тоже знакома с этой проблемой, в состоянии стать отдельным самостоятельным государством. Если бы было так, то у нас в мире было бы очень много проблем. Поэтому каждый отдельный случай в мире должен рассматриваться в отдельности. Мы должны извлечь из этого ситуации тот урок, что не надо это опять откладывать в долгий ящик, а чтобы постараться разрешить эти замороженные конфликты, как мы очень долго его называли, как можно быстро и как можно эффективно. С германской стороны спрашивает господин Остахага с первого германского телевидения ARDE. Госпожа федеральный канцлер, два вопроса. Первое. В преддверии путешествия речь шла о том, что российская сторона предоставит вам доказательства о жестоких действиях. Было ли это предоставлено? И второе. Это был саммит в Бухаресте, где были достигнуты договоренности о членстве в НАТО. До сих пор ли все так же, как было договорено там. Президент России мне описал свое видение. Он говорил о том, что в ходе этого конфликта происходили действительно ужасные, жестокие вещи. Он не должен мне этого доказывать. Для каждой стороны такие конфликты страшны и ужасны. И мы поэтому и говорили о гуманитарной помощи. При этом мы не должны терять из виду то, что существуют тысячи беженцев, людей, у которых больше нету крова, у которых было все разрушено и которым пришлось бежать. И это должно быть приоритетом наших переговоров. И мне кажется, было не нужно, чтобы здесь произошла оценка деталей и каких-то доказательств. Второе. Мы действительно очень интенсивно говорили об имплементации программы шести принципов. Мне кажется, что для людей, пострадавших там, это самое важное, чтобы мы добились здесь разумной базы. Второй вопрос. То, что касается Бухареста и договоренностей, достигнутых там, они продолжают действовать. У меня нет никакого повода пересматривать это. Мы тогда говорили, что Грузия и Украина станут членами НАТО. Мы говорили, что МАП и подготовка к партнеру, к членству – это следующий шаг. Мы говорили о том, что они будут членами НАТО, если они этого захотят. Этот постулат остается действительным. Я буквально два слова добавлю. Конечно, мы ничего не должны доказывать, но, тем не менее, я просто не успел еще передать и фотографии, и соответствующие диски, на которых вся информация, касающаяся гуманитарных проблем, разрушений и убийств и ранений граждан, будет предоставлена. Агентство Интерфакс. Первый вопрос к президенту Российской Федерации. Дмитрий Анатольевич, рассматривает ли Россию возможность ввода в зону конфликта миротворческих или международных сил из стран Запада? И вопрос к госпоже федеральному канцлеру. Госпожа федеральный канцлер, как Вы прокомментируете то обстоятельство, что президент Грузии, объявляя войну, держит в зону конфликта миротворческой войны.